Я вас приветствую, дорогие друзья. Я у вас в Салутске Матсприедень. Таким образом, значит, я хочу вам сообщить... Так, секундочку. А, все, материалы все есть. Значит, я хотел бы вам сообщить о том, что было принято решение, о котором я сейчас вам сообщу, ввиду того, что в стране у нас критическая ситуация, и это, заявляю со всей ответственностью, связано с поставкой и медицинского оборудования, специальной защитной экипировки для врачей, специальных защитных масок и для врачей, и пациентов. Отсутствие сегодня даже качественных перчаток у медицинского персонала, значит, подвинуло меня принять следующее решение. Я в течение практически месяца обращаюсь к центральным властям для того, чтобы был организован специальный чартер, специальный самолет из Китая для того, чтобы привезти все то, что нам было нужно. В первые две недели эпидемии делали 50-100 тестов в день, потому что их всего было тысячу на всю страну. В это время в соседней Украине Зеленский организовал грузовой самолет, будучи президентом Украины, который привез миллион тестов, десятки тысяч защитных экипировок для врачей, специальные не маски, а респираторы для врачей, потому что им нам нужны респираторы класса Н95, КН95. Это с фильтром. И все, что им было необходимо. У нас начали в стране проводиться тендеры. Очень многие из СМИ написали про эти тендеры. Вернее, не очень многие, некоторые, которые следят за ситуацией в реальной стране. У меня эти тендеры, так же, как и у многих людей, которые умеют пользоваться калькулятором, начали возникать вопросы по транспарентности этих тендеров. Потому что те цены, которые я видел в Китае на некоторую продукцию, даже с учетом перевозки, с учетом НДС, они получались на 100-150% дороже, чем они должны были продаваться сегодня в Молдове. И тому есть четкие примеры. Вся страна видела, что эта информация есть официально на сайте Министерства здравоохранения. Значит, что вот, например, нужно купить 2 миллиона защитных экранов по цене 55 лей за штуку, да? То есть почти 3 евро за одну единицу. Значит, вот как они выглядят. Значит, Это экраны, которые я нашел в соседней Румынии. Мало того, я их даже пытался завести одну тысячу штук, но ввиду того, что сегодня экспортировать из Румынии можно только для... Сделали исключение для Республики Молдова, как для государства. Могут закупать оборудование, медикаменты, производимые в Румынии. Я, как физическое лицо, не смог это сделать. Но я купил тысячу штук. Я передал деньги своему... Своему товарищу в Бухаресе, который съездил на этот завод, где производят еще раз экраны, которые наши власти закупают почти за 3 евро. У одного экономического агента. Значит, я вам хочу показать счет, который я оплатил. Значит, счет на общую сумму. Значит, 5 тысяч румынских лей без НДС. Вместе с НДС, а на экспорт продается без НДС. А было оплачено 5 тысяч 950 с НДС. Подчеркиваю, экспортная цена 5 лей за штуку. То есть, 1 евро и 4 цента эти экраны стоят соседней Румынии. Наши власти их покупают по 3 евро. Если нет телефона у кишиневских экономических агентов, которые с кем-то договорились или решили впаять с накруткой в несколько евро на одной штуке, а на 2 миллионах это кто-то, вы понимаете, да? 2 миллиона евро по 2 евро на штуке, это кто-то решил срубить 4 миллиона. Окей, 3. На одной позиции по защитным экранам. Значит, я переговорил с экономическими агентами, которые занимаются экспортом из Китая и нашел все то самое необходимое, что нужно сегодня в стране. Это именно качественные респираторы. Да, они стоят там. Я сейчас вам покажу смету. Значит, качественный респиратор КН-95. Значит, есть смета на эти респираторы. Я вам сейчас покажу. Значит, один такой респиратор, это самый дорогой, один из лучших в мире, стоит 3 доллара 75 центов за штуку. Экраны, которые привозят из Китая, которые хотят продать по 3 евро, стоят 0,75 долларовых центов за штуку. То есть, этот экран, получается, в Китае стоит порядка 14-15 лет. Мое предложение к правительству комиссии по чрезвычайной ситуации заключается в следующем. Вчера, вы знаете, я объявил о том, что я продаю свой автомобиль для того, чтобы помочь врачам, медицинскому персоналу, который работает в Бельцах на первой линии, на передовой. Я это обещал, и я это сделаю. Значит, деньги за апрель месяц они получат в ближайшие дни. Мне не нужно ждать конца месяца, чтобы как-то поддержать этих врачей. Я говорил, 1000 долларов врачи, 400 долларов медсестры, 250 долларов каждая санитарка. Сейчас я организовал чартерный рейс по маршруту Пекин-Кишинев. Стоимость этого самолета, речь идет о Боинге 737-800, значит, который может привести около 100 кубов жизненно важного груза. именно качественные костюмы, костюмы, в котором вы меня видели, хочу вам сообщить, сегодня больницы закупают за 700 лей, то есть почти за 40 долларов. Один из лучших в мире костюмов в Китае, я прошу вас его показать, значит, тут есть и такие, в котором видела меня вся страна, и которых вы видите врачей. Значит, этот костюм, значит, так как говорят, один из лучших в мире, его покупают американцы, другие страны, значит, этот костюм в Китае сегодня стоит 13 долларов. То есть, на наши деньги этот костюм стоит 220 лей. Тот костюм, который продают у нас по 40 долларов, в Китае стоит 7 долларов, дорогие друзья, понимаете? То есть, покупать по 100 лей с НДС, доставкой, его себестоимость получалась 150, нашим больницам, врачам, их впаивали по 700 лей, и эти мародеры, которые это делали, рано или поздно ответят. Стоимость самолета с европейской компанией договорился, сейчас жду от них официального письма, значит, этим самолетом пользовалось правительство Румынии на прошлой неделе, этим Боингом, в среду он вылетел из Бухареста в Пекин, 8 часов обязан отдыхать весь экипаж, капитаны, значит, пилоты, бортпроводники, 4 часа они грузились, дорога туда-обратно заняла 39 часов, меньше двух суток. Стоимость этого самолета примерно 210 тысяч евро. я понимаю, что вчерашним своим жестом я поддержал и буду поддерживать десятки врачей, медсестер и санитар и я, как говорил, это буду делать. Но я понимаю, что организовав и оплатив этот самолет сегодня из своих денег, значит, я спасу тысячи врачей в Молдове и не только врачей, а и простых людей сегодня, которые многие попадают туда как инфицированные и сделать все, чтобы многие не инфицировались, понимаете? Поэтому я понимаю, что это как бы очень дорого, но я хочу увидеть сейчас, я обращаюсь ко всем экономическим агентам, импортерам, нормальным людям, которые, особенно в сегодняшней ситуации, в которой находится весь мир, правильно воспримут то предложение, которое я сейчас сделаю. Я бесплатно за свой счет предоставляю этот самолет, он будет оплачен, еще раз повторяю, сумма 210 тысяч евро. Я сейчас назову свой мобильный телефон 0680 84 400 это мобильный телефон, на который мне можно звонить на открытый ватсап экономические агенты. Я знаю, что у вас у всех застряли там десятки, сотни кубов этого груза, выбрать самое необходимое и привезти его в Республику Молдову. Тем более, что этот груз нужно потребовать от специальной комиссии в Кишиневе, чтобы освободили от НДС, потому что если его я бесплатно предоставляю самолет, привожу это из Китая в Кишинев, в Кишиневе, тысячи врачей получат сегодня качественную экипировку, защитные костюмы я проникрую, респираторы, перчатки, одни из лучших производителей в мире. Я прошу не грузить в этот самолет Шерпотреб, который возили многие до сих пор в страну. сегодня раскупается в Китае практически все, особенно самая дешевая продукция, которая есть. Я не хочу самой дешевой маски, тем более маски у нас в стране шьют намного качественнее. Бывшая фабрика Бельчанка привезли мне сегодня в подарок 2000 масок. Маштели Сэнди Бумбак, двойные, очень хорошие. Они сказали, если помочь им сегодня привезти пошивочный материал из Турции, а это наше правительство может организовать дипломатическим автобусом в течение нескольких некогда желаний. И они готовы шить десятки тысяч масок в день и закрыть потребности страны. Вчера был экономический агент, который уже пошьет 60 тысяч масок в ближайшие дни. Сегодня, так как хорошая маска в Китае стоит не меньше 10 лей на наши деньги, у нас сегодня дешевле и качественнее маски отечественных производителей. И наши власти до сих пор их не сертифицировали. Уважаемые экономические агенты, все те, у которых есть груз в Китае, давайте вместе сформируем этот груз. Это может быть одна компания, это может быть несколько компаний. Я хочу, чтобы благодаря этому чартерному рейсу, за который вы не заплатите, это экономические агенты, ни копейки денег, чтобы граждане Молдовы и нашей больницы получили по себестоимости из Китая все самое необходимое оборудование. Только из-за этого я иду на то, чтобы оплатить эти 200 тысяч евро за этот Боинг, который все это привезет. Я хочу, чтобы в аптеках появились эти респираторы, я хочу, чтобы в аптеках появились перчатки, потому что они нужны сегодня и простым людям, которые соблюдают все правила карантина, но сегодня есть минимальные вещи, которые им нужны. Мы можем пошить и в Молдове сегодня маски, но мы не можем пошить перчатки. Да, сегодня очень талантливые ребята придумали, начали производить экран у нас в Молдове, видел себестоимость 18 чем-то лень. Неужели нельзя центральным властям покупать эти экраны у этих ребят и не переплачивать за это несколько евро? Я понимаю, что эти несколько евро, а это миллионы евро накрутки, которые есть сегодня на халатах защитных, масках и на всем остальном, кто-то решил раздеребанить себе по карманам. Все те, которые решили их раздеребанить или даже раздеребанили, я обязательно к вам за эти деньги деньгами приду и вы эти деньги вернете государству, потому что это бюджетные деньги, а кража, грабеж во время чрезвычайного положения, во время того, когда весь мир переживает эпидемию, значит, будет приравниваться к заказным убийствам по срокам заключения под стражу, которые этих товарищей ждут. Значит, я понимаю, что то, что я предлагаю сейчас, должны были сделать наши власти еще месяц назад, это предложил. Да, у меня не было финансовой возможности организовать этот самолет, благодаря продаже автомобиля, я как бы эту возможность нашел. И повторяю еще раз, значит, не занимайтесь, пожалуйста, ерундой, не вздумайте на этот раз, так же, как вы поступили с диаспорой, не дать разрешения на посадку этого самолета в Кишиневе. Я понимаю, что сейчас, после того, как я анонсировал эту пресс-конференцию, чтобы вы знали, помощники секретари Додона начали судорожно обзванивать экономических агентов и сказали, что будет организован чартер 15 апреля, потому что Кику обязал до 15 апреля привезти, ничего не будет, и они нашли в Китае самолет, но нашли самолет за деньги. Повторяю, для экономических агентов это бесплатный самолет, не надо платить за самолет, который нашел Додон. Те, кто не вместится в этот, пожалуйста, ребят, но сегодня этот чартер на самом деле должен был оплатить правительство, и поверьте мне, бюджет бы сэкономил бы миллионы долларов. Да, при стоимости самолетов 200 чем-то тысяч, а если бы взяли еще ИЛ-76, 86, то могли бы сэкономить десятки миллионов, но просто для этого должен был кто-то отказаться от откатов. У нас в Молдове к сожалению это сложно. Астас конъесте дата дешапти апрели шитоц чета тени цин мити фарти бени чес антем плат пешапти апрели чиневас пуня кафос тивы делу витур дистат чиневас пыня кафос организат дин экстериор дин ущущение ши н ущущукум. Пентру мини импортант алчава. Пешапти апрели ау фос миди чета чен пашни дин република Молдова кари уврут о схембаре. Шастас а фос урагамити дин партия чета ченелор, а фос миди месажи дин партия дин пи даракума ва рак фас апел ла татс агенци экономичи чей кари кари дир ба бурб или република Молдова па пет я гратис ва организе авиун са дучим tot че ест не вои пентру медичи дин република Молдова са дучим ехипаменте кари дир бур бур салва ши виаца медичи лор ши виаца четаченилор кари суферэ дачаста бола астази я мерз пас пентру а спригини пентру а спригини четосени ши медичи са тречим пести астана пандемия ши република Молдова кэт май курант са пенту 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 0680, 84, 400. Агенции экономики, которые будут в порядке с удовольствием для бензиновых и для бензиновых они ждут сунительные, санитые, санитые, санитые. Если кто-то из Агенции экономики решит что, потому что этот чартер По дичизе, сдонезе что-то, спитал, клиник, дин учитывал Балскар, десервештит от Норду. Камай десхидим у блок, иеракол амфоску инспектия. А это джа рамыне ла доринса дубневоастра. Я, кодат, репет, ка авиону, косту авиону и 210.000 евро, в которой в капу, в aproximатив 100 м3 марфа, это на диспозиция дубневоастра, и по-текол амфа, когда вы скажете дубневоастра, что марфа будет иметь. Я уверен, что мы будем поддерживать и у нас в Амбасаде Киней, Республика Молдова, потому что есть у курса уманитарная, а не у курса коммерческая, для ванзеров и для нас. Ва мултумеск, спер, что мой месаж, что-то у меня удастся на то, что в мире. Додон что-то говорила о моротарию по теме политики. Игорь Николаевич Додон. Термин, пожалуйста, в комиссиуни-ли, в приводах к ПСС. Я, два саптамани, в урале, обеспечусь ка-с фейнклусе в комиссии пенту ситуации эксцепционале репрезентанты ла тоате партидили депозитие, ка-с расуфликам манничили и не обракам ди лукру. Дак, интра деварь, артвей аву доринса депозитие, В этом году мы получаем много более хорошие результаты. Кто-то медик, кто-то экономист, кто-то транспорт. Я, как организационный, я знаю много людей, и в Молдове, и в стране. Это нужно сделать, если вы хотите сделать это, если вы хотите сделать это. Но информация, которую мы получили сейчас, Комисия, для ситуации экземпциональной, не запомнилась адресация, которая была частью Молдов, для Комисия Национала, для того, чтобы мы позволим, без лечитации, чтобы мы получаем 800 пакетов с продукцией для самых невоящих людей в Молдове, для того, чтобы мы позволим, чтобы мы получили президенты, чтобы мы получили все ценности. Я не получаю деньги для этого. Я получаю возможность сделать это, без лечитации, сделать контракт с магазином Метро, или с тем, кто нам дает самый большой пресс, потому что, если мы получаем лечитации, и вы получили эгентство вашей компании, и вы получили пакети, этот пакетик будет вы получать 1,5 лет или 2 лет. Но у них сейчас годы потребуются для этого применения. Мы не пожелаем деньги, мы будем об этом поменять. Но вы, даже если вы такие проблемы, вы получите диаспора, вы получите деньги, и у них платите им в плюсы, Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok